пачанга полная банда моя наступил очередной день я сейчас иду буду бегать вот друзья мои спасибо за комментарии то есть я к чему это все говорю сейчас вот видео видите у нас началось видео которых такое в онлайне пошло да то есть свежак пошел свежак и сразу атмосфера стала другой по крайней мере мне так кажется не знаю вот эти старые видео они меня уже просто убивали но 10 сейчас правильно помню наш брат пачангер алик писал чтобы эти видео тоже я выложил даст бог я их тоже выложу они будут на отдельном канале но сейчас буду вот по свежаку двигаться поэтому всем хочу сказать спасибо а банда у нас комментарии много собралось влад испания пачанга наиполнейшая семье большой привет азар азербайджан влада испании кстати канал я вот здесь вот поставлю ссылку заходите тоже об испании он правда давно уже не выкладывает влад выкладывай новые ролики азар азербайджан пошел в движение потихоньку новые ролики выкладывать и синтуки пошли как я давно не был и синтуках и не видел и синтучанок вот но тоже кому интересно друзья заходите роман наиполнейшая пачанга ромы у нас несколько поэтому всем передаю в том числе и роме билону рома держись кому нужны резины друзья кому нужна резина и заходите кроме здесь тоже будет ссылка на его канал это у меня такая пред перед побегом перед забегом вот разминочка идет вот будет ссылка на его канал тоже заходите смотрите в принципе вы если мои ролики смотрели друзья вы ром узнаете также другому роме привет который если я не ошибаюсь не какие-то просто друзья я путаю с никами когда как его называют имена более удобнее да такие дела потом сайт хусейн подчанга наиполнейшая куда нам здесь идти сюда пойдем сайт хусейн у нас из франции сейчас я не помню город или как-то название города люмир или в общем сайт хусейн занимается строительством мечети во франции поэтому кому интересно тоже заходите смотрите как происходит процесс то есть мы с ним как-то общались и ну по крайней мере мне так показалось может быть я неправильно совет дал или как сказать то есть в общем чтобы люди видели да как процесс происходит поэтому сайт выкладывает разные ролики тоже кому интересно можете заходить смотреть собака здесь детишки гуляют собакой сейчас пойдем собачку собака может кусаться только от жизни собачьей собака бывает кусачи друзья здесь у собак жизни не собачьи поэтому все проходит нормально так пойдем дальше вячеслав если я не ошибаюсь из украины подчанга полная ярослав недавно мне наш подчангерский брат из киргизии писал как в сербии обосноваться как нет как в сербию поехать что ли отдохнуть я сейчас не помню точно но в общем говорю для него да и вообще для тех кому интересно ярослав подчанга те полная ярослава канал чуть о сербии мы с ним тоже встречались вы его тоже видели поэтому заходите на его канал здесь будет стоять ссылка смотрите вот кому-то интересно сербия так кто у нас еще были зеро свободный художник но зеро свободный канадец подчанга полная вот потом у нас так кто у нас был адам адам брат франция full пачанга наиполнейшее спорт да мы еще о спорте поговорим друзья я сейчас просто видите пока разминочку делаю на самом деле я уже должен был бежать но сейчас я договорю потому что во время бега дело в том что шум идет когда сильный шум идет не слышно я это прошло видео уже понял вот так же у нас нельзя были другие бернард у нас был пачанга полная был красавчик ником таким красавчиком потом брат мой че гевара кстати еще предыдущий ролик который я насчет кабриолета выкладывал там появились разные сомнения насчет моих этих замыслов у меня оказывается коварные замыслы поэтому по этому раскладу по этому делу я расклад дам попозже может там разные люди мне уже написали что там что-то мучу в общем скрытую играю да но это мы потом разберем а тем кто писал там разные условия в плане по вот по кабриолету по бусику такие дела всем спасибо че гевара потом муслим и вся остальная банда также вон эренберг кажется канал называется я здесь дам ссылку друзья тоже заходите если я не ошибаюсь из германии канал ролики тоже заходите смотрите как живет человек из германии из латвии если я не ошибаюсь латвия если вы знаете латвию нас еще помните элвис элвис у нас живет финляндии на него тоже вот здесь отсылку даю вот заходите и вону он на всякий случай говорю без мата на моем канале на своем канале полный вперед на моем канале без мата я тебя просто прошу по-чангерски вот и друзья остальных тоже прошу кто будет матом писать не обижайтесь у меня нет возможности сидеть удалять комментарии там что-то этим заниматься просто реально нету поэтому я буду отключать вас без обид просто говорю как есть время понимаете не надо тратить время у нас нормальное культурное общество мы свободные пачангеры я не говорю чтобы вы вы там излагали знаете пушкинским языком или языком шекспира что-то там писали нет просто по-человечески пишите и будет все нормально такие дела потом эльмира у нас была новая кажется пачангерша не знаю она еще в банде у нас или не в банде но тоже в теме марк у нас был если я не ошибаюсь марк наш брат пачангер из греции фул пачанга полнейшая пачанга вот потом естественно люсин люсин кто не знает люсин хранительницу очага и самого-самого сакрального арбуза в мире вы если вы помните друзья с люсин мы когда-то слушали музыку надо будет кстати как-нибудь там еще послушать эту музыку рамиль наш брат пачангер который если я не ошибаюсь недавно к нам присоединился возможно ошибаюсь важно возможно нет брат тебе тоже большого здоровья и спасибо за поддержку артем он тоже вроде бы недавно присоединился полная пачанга марат марат у нас уже давно в нашей банде я сейчас не помню кажется с урала не буду сейчас точно говорить друзья если ошибаюсь марат не в обиду в общем полная пачанга давно в нашей банде уже находится артур тоже тебе за поддержку спасибо голубев артур кто у нас еще есть ну естественно у нас спортсмены мы же все-таки спортом занимаемся спортсмен у нас самый 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 мощный всех нас сейчас на данный момент спортсмен у нас кстати разные спортсмены есть у нас наш брат султан который из азербайджана из турции да у него тоже канал свой вы его знаете про машины про путешествие в общем про полную пачангу вот на его канал тоже вот здесь это можете зайти посмотреть если я не ошибаюсь он тоже занимался в прошлом спортом потом про адама которого адама я уже говорил из франции он тоже спортсмен у него канала нету он как бы спортсмен сам для себя скажем тогда возможно тоже будущем откроет канал не знаю ну а главный тренер тренер нашей всей пачангерской спортивной команды это так только что срубили кого-то дерево срубили это рашид вот рашид который поднимает россию у него канал называется юрейс раша поэтому тоже вот здесь будет ссылка заходите смотрите рашида в основном идет тяжелая атлетика но даже если вы не занимаетесь тяжелой атлетикой вы можете как сказать посмотреть в зарядиться можете да нормальную такую эту получить потом наш брат аргман брат пачанга наиполнейшее у тебя не знаю почему притом это давно уже у тебя может быть и сам об этом знаешь не знаю но тебе нельзя посылать ответ когда ты пишешь что-то в общем ты комментарии когда пишешь тебе по крайней мере я тебе не могу написать внизу ответ не знаю может другие могут в общем такая вот фишка на всякий случай говорю а так полнейшая пачанга спасибо за поддержку потом у нас идет михаил михаил друзья если помните я вам как-то рассказывал но отвечал на его вопрос точнее там про сайт что-то был сайт про про знаменитости у михаила он на тот момент в камбодже находился михаил тебе тоже большая пачанга и привет семье ну супруге привет также влад испания тоже себе обязательно большой привет передавай вот у михаила был канал не канал был у него был сайт сайт был сейчас не помню к сожалению как он называется но в общем про знаменитости михаил тебе пора меня уже тоже туда размещать я еще до голливуда не добрался у него сайт просто голливудская заменить но знаешь как визуализировать да уже можно мне кажется если ты меня быстрее туда добавишь то потом в будущем ты будешь первый первые первые информационные средства массовой информации скажем так который меня уже разместил понимаешь то есть такая нормальная тема может быть харс брат наиполнейшее 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 тебя пачанга спасибо за поддержку за комментарии вообще за в общем за нормально четкое движение тему тему сечешь тему как говорится пачангерскую свободную тему сечешь у нас еще новые люди друзья были жарик гала карте я сейчас могу ошибаться эти жарик гала артемон тоже вот всем полная пачанга вот такие друзья что банда пока все вперед друзья мы если кого-то пропустил зла не держим двигаемся солнечную айфордию смотрите у нас тут очередной просим бежит старепанчик такой собачка утром прогуливается вот сегодня хочу насчет олега олег задавал вопрос вот он говорит вопрос такой типа вот ты спортсмен посоветуй что-то как не заниматься олег тебе сразу хочу сказать да и вообще друзья кто смотрит ролики я не являюсь спортсменом тем более профессиональным даже любителем нет любителям это будет неправильно все-таки я люблю спорт а значит я все-таки любитель вот профессиональный спортсмен у нас так уже я говорил перечислял это рашид ему на канал ты можешь зайти все свои вопросы задать теперь же почему я бегаю то есть зачем мне это нужно дамы еще очень просто если вы вот утром просыпаетесь и хотите чтобы ваш день был такой весь день хотите что был такой четкий такой жесткий на позитиве без усталости то это день надо правильно начать конечно бегать не обязательно то есть почему я бегу потому что бег он буквально за общее вот общее время до полчаса за полчаса я себя привожу в такое состояние что я уже весь день нахожусь на заряде если же этого не делаешь то у тебя весь день получается знаете какой такой такой то ли ты встал поле ты не стал такой весь раскорячку поэтому олег если такой тебе любительский совет да просто выбери для себя время еще не забывайте про свободу про время я занимаюсь таким образом чтобы это не занимало у меня много времени допустим полчаса утром это пробежка это какие-то упражнения и отжимания все эти полчаса меня на целый день уже мой день они уже делают совсем другие вот чем моя задача меня нету как бы задачи там ну не знаю сейчас грубо срок бы образно скажу накачать там мышцы какие-то супер да или там пробежать знает там тысячу метров за 398 секунд или еще что-то такого нет просто я хочу чтобы весь мой день был живым был энергичным то есть если так брать чисто сокращая свое время опять таки для свободной жизни как его дела что думаю ответил на этот вопрос будем продолжать попозже покажу что у нас еще есть что идем дальше банда моя в общем искупался принял холодный душ но сначала теплый конечно потом холодный вот попил мощного такого как мне написал азар скузи или смузи в общем не знаю как точно называется но банановый коктейль если вы знаете как это называется я вам показывал в прошлом ролике то пишите вроде смузи это называлась азар смузи значит смузи пускай будет смузи так и сейчас вышел я магазин сегодня такой хороший денечек такая хорошая погода и кусочек возьму заодно покажу вам что в магазине творится и круассанчики булочки разные видите можно покупать потом самому утром просыпаешься дома раз и готовишь вот 4 штуки стоит 2 и 8 евро много я вам показывать этих продуктов не буду мне здесь нужны только некоторые вещи вот здесь видите дыни есть смотрите абрикосы 3,9 евро 4 евро в общем сливы видите шведские сливы шведские сливы стоит тоже 4 евро ананасы 2 евро вот гранаты пожалуйста видите 2 евро стоит манго полтора евро такие вот цены папайя помните в таиланде я вам показывал папайи мы уплетали вот они стоят 2 евро здесь так 20 крон стоит видите бананы из америки из южной америки и из коста рики вот это экологически написано то есть на 23 на 3 кроны больше ну банда моя в принципе 3 кроны туда 3 кроны сюда я думаю что значение не имеет поэтому возьмем вот такие вот типа хорошие бананы типа экологические вот помидоры 29 крон то есть 2 и 9 евро 3 евро вот эти вот 2 евро вот эти тоже 2 евро то есть есть помидоры за 3 евро вот эти за 2 евро есть помидоры за 3 евро тоже из моих любимых разделов в этих магазинах потому что смотрите здесь очень очень вкусные салаты Они вот так вот накладываются То есть ты сам себе накладываешь Вот эти сухарики можешь класть туда Салаты разные И фруктовый салат можно сделать И оливки И вот эти штуки, не знаю как они называются Но тоже очень вкусные штуки И помидоры, и солености, и сладости Стоит все это Это 100 грамм 1,3 евро Или 12,90 крон Килограмм салата Получается стоит 13 евро Еще маленькие такие вещички Которые мне нравятся В разных европейских магазинах Я вам сейчас покажу эти вещички Вот они, кстати здесь бананов кто-то навалил Вещички заключаются Вот в этом, смотрите, подходите И допустим у вас появилось желание Попить кофеечек, вы устали, побродили Походили, у вас произошел шопинг Но у меня такого шопинга не происходит У меня так все по скромному Но все равно сама фишка мне нравится Особенно, знаете друзья Когда ты уставший Когда ты весь такой выжатый Убитый Я уже не говорю о том Когда у тебя денег нету Я много раз Когда у меня не было вообще Ни копейки денег Ну если ни евро Или ни цента Как правильно сказать То есть не раз пил Вот такие вот бесплатные Кофе, чаи В таких магазинах Иногда даже фрукты бывали Я помню во Франции Это было там в Голландии В разных странах Такие вещи были Вот здесь тоже Видите стоит Так, ну что Давай кофе Или это все А, это типа все Это же как в Италии Это же эспрессо Я переборщил В общем двойной эспрессо Я сейчас себе взял Получается Можно также молоко Сейчас проверочку сделаем Что это такое А, это кипяток Кипяток Видите здесь кипяток То есть если ты берешь чай То это кипяток Потом вот здесь вот Можно спокойно сесть Вот на такой стульчик Стульчик Правда не очень удобный Но для спартанского образа жизни Очень даже так ничего Вот так вот Попивая кофеечек Можно сидеть Философствовать Изучать продукты Какие есть То есть думать о совершенных покупках То есть такая не напрягающая обстановка А вообще друзья Есть магазины Где Вот смотрите Здесь Как я уже показал Видите такие стульчики Да А есть магазины Где вообще такие удобные диваны стоят То есть мне лично Мне это вообще очень сильно нравится Когда нормальный такой диван стоит И ты заходишь в магазин Особенно Особенно мне это нравится Когда ты не один Допустим Ты с кем-то приходишь А тебе не хочется По этому магазину ходить Эти вещи смотреть Допустим Мне вот это все не интересно Я точно знаю Что мне нужно Я пришел Взял Ушел Иногда так прогуливаюсь И по ходу Пьесы там что-нибудь бывает Набираю Да Но есть люди Которым нравится ходить По магазинам Они могут ходить часами Сутками Не знаю Неделями Годами Если у них было бы Как у кошек Как говорят же У кошки Несколько жизней Если бы у них было бы Несколько жизней Я думаю Они ходили бы даже Как минимум Отдали бы Одну свою жизнь Отдали бы на то Чтобы ходить по магазинам Так Ну что Попробуем Шведский кофе Но ничего так Для сельской местности Очень даже сгодится Это конечно Не итальянский эспрессо На площади революции В центре Рима Но тоже Очень даже ничем Молоко Вот Мы возьмем 3% Кто-то пьет Меньше процентов Кто-то пьет Больше процентов По большому счету Мне разницы нет Но мне кажется Что 3% Это нормально Покидаю магазин Делал такую закупочку Друзья мои Я не буду Раскладывать Полностью делать обзор Чего я закупил Еды Но Если вы напишите Что вам это нужно То я конечно Это сделаю Для моей банды Что только не сделаешь Я вам уже неоднократно Показывал Разные Эти Обзорчики Так Нам сюда надо И так же Мне это не сложно Сделать в этот раз То есть просто скажите Хотите чтобы я вам показал Допустим Закупился продуктов К примеру Да И вы хотите знать цены Потому что раньше Мне эти вопросы писали Такие Последнее время У меня Таких Я не помню По крайней мере Чтобы у меня об этом Кто-то писал Но если вам это интересно Говорите То мне это не сложно Сделать Такие дела Ну что Мы пойдем дальше Ну вот Магазинчик Побывал Сейчас приду Видите Сегодня такая погода То есть Она немножко меняется То солнце Выглядывает То солнце Не выглядывает Немножко непонятная погода Я хочу сегодня Одну картину Попробовать дорисовать Вот Если получится И у меня через Несколько дней Я буду переезжать В очередное Жилье Очередное жилье Кстати у меня Будет в таком Очень хорошем Интересном районе Не в центре А знаете Таком В королевском районе Вот Я вам хочу Его тоже показать Я думаю Если у меня получится Там поселиться Если я туда перееду Да То я вам покажу Очень интересные места Покажу Королевский дворец В общем Разную такую Шведскую Житуху покажу Настоящую Вот А вы можете писать Все что вас интересует Смотрите На это Смотрите Смотрите На это Смотрите Какой аппарат Притом Цвета мечты Друзья Ну почти Почти Бьюик Вот Примерно Вот в таком Вот разряде А может быть Даже вот такой Но нам нужен кабриолет Нам нужен кабриолет Ну друзья Красавец Скажите свое мнение Что думаете Об этом аппарате Парень Смертник Добро Мой френд Но проблем Гуд Смертник Да Это хорошо Ты Можешь Смертник Да Не 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 Хорошо? Понимаешь? Почему? Жизнь красивая. Интер гуд, интер бро. Живи. Мы увидимся. Удачи, мэр. Черт возьми. видите друзья парень в крови сидит весь камикадзе тоже вот так вот вот как вы думаете почему он такой весь камикадзе сидит в крови весь у него тоже какой-то вот его груз какой-то воткнули ему ты там такой крутой чувак ты крутой рэпер или ты там крутой этот бой скаут или ты крутой металлист какой-нибудь да у него там патроны висят у него там наколки висят весь он в крови сидит видать совершил какую-то, какую-то вещь совершил, я-то, если бы я знал бы язык, я, конечно, ему пояснил бы немножко, но, к сожалению, языка я не знаю, но вроде бы он нормально, он в адеквате, то есть понимает, что не все так плохо, что жизнь прекрасна. Так что, друзья мои, не ведитесь на эти провокации, не ведитесь. Вот, знаете, вот каждый думает, что его провокация, да, точнее, не его провокация, а его ситуация, она круче, чем какого-то другого ситуации. Или каждый думает, что вот моя ситуация, вот, она реально, это проблема, реально это ситуация, реально это все, да, хотя на самом деле это все не так, друзья мои, это все не так, потому что все зависит, с какой стороны подойти. Вот давайте возьмем ребенка какого-нибудь. Как ребенок относится к ситуации? Если вы спросите у ребенка, то, поверьте, ребенок вам скажет, да вы там взрослый, да вы вообще не в теме, вы вообще ничего не догоняете, о чем вы думаете, они скажут. Вот вспомните, какими вы были детьми, разве вам казались проблемы, те проблемы, которые взрослые решали, они были не проблемами, они не были проблемами, проблемой были у вас, у меня, ну, то есть у детей, да, и какими бы они не были, как бы для нас смешными, для нас это были глобальные проблемы, мировые глобальные проблемы, понимаете. Вот так же и сейчас у этого человека, у него, видать, какая-то движуха произошла, видели, он весь в крови себе полностью порубал там, сидит, отходит, кровью истекает. Вот, кто-то его тоже грузанул, я вас уверяю, это не просто так произошло, кто-то его плотно грузанул, какие-то обиды, какие-то еще вещи. Понятное дело, что сейчас одни скажут, да, мы не такие, мы такие, это все плохо, да. Но на самом деле, на самом деле это одна и та же тема, понимаете правильно. Одна и та же тема, одна, один и тот же груз, одни и те же. Есть такие вещи, не знаю, друзья, поймете, не поймете, но есть такие вещи, когда за вас пишут вашу жизнь, за вас пишут сценарии этой жизни, да. Я вас уверяю, вы, конечно, можете сейчас как бы отнестись к этому скептически, скажем так, но я вас уверяю, что это так. За вас пишут развитие вашей жизни, при том, те люди, которые это пишут, поверьте, они живут по-другому. Они эти сценарии пишут для вас, но не для своих детей. Понимаете, о чем я говорю? То есть любые разводы, там даже элементарное, просто элементарное создание какой-нибудь сети, какой-нибудь ветер дует. Элементарное даже создание какой-нибудь социальной сети, какой-нибудь группы, да. Там восхваляются одни, уничтожаемые при этом, опускаются другие. Понимаете? И людям показывают, что вот надо сделать вот так вот, и тогда ты будешь крут. Вот если ты отдашь свою жизнь за что угодно, вот как, допустим, я сейчас образы говорю, вот его могли сейчас грузануть, что он там должен совершить мега-крутой поступок за какую-то его личную движуху, да, которая большинству из нас непонятно, но у нас есть свои такие же темы, свои такие же темы есть, которые нам понятны, и мы считаем, что вот за это, да, а вот за это нет, конечно, он кто такой сидит, какой-то там металлист, да, хотя если мой видео, вот это видео сейчас будет смотреть какой-нибудь металлист, я просто не знаю, кто он, металлист, год он, бот он, или формал, неформал, но для меня он человек, какой бы он ни был, он для меня человек. Вот, и если будет смотреть из его, скажем так, касты людей, он, конечно, поймет его, но остальные не поймут, остальные скажут, он идиот, а другие скажут, вот, у него там была личная трагедия, у него там, не знаю, может быть, у него, может, он, если он металлист, может, у него меньше металлов, меньше металла у него стало, не знаю, или в организме ему железа не хватало, все, что угодно может быть, но все это одна и та же тема, все одна и та же тема, поэтому, к чему я это все говорю, не ведитесь, не ведитесь, живите своей жизнью, живите своей головой, вот, Всевышний вам дал жизнь, и в первую очередь он вам дал еще мозги, то есть он из вас, он вас не сделал баранами, он вас сделал людьми, у которых есть мозг, думайте своей головой.